всем привет друзья с вами ула на ваших экранах need for speed on bound и у меня такой вопрос наверняка многие из вас хотят нагибать в пвп но не всегда все получается и в таком случае я хочу сказать вот что а что если у меня найдется им балансная тачка на которой вы будете рвать всех направо и налево конечно речь не пойдет о какой-нибудь ригере или широне но по крайней мере что-нибудь бюджетника что-то очень бюджетника можно собрать при том что будет драть она всех направо и налево и речь у нас идет о volkswagen golf gti казалось бы что можно противопоставить такой маленький автомобиль таким мастодонтом как а ламборгини и bugatti вы бы сказали ничего но критерий он класть хотели большой болт на то что вы говорите и это адская колесница просто лютая имба разумеется у него есть свои нюансы он не самый быстрый в плане разгона разгоняется он конечно помедленнее но это вплоть до приблизительно пятой шестой передачи и как только он врубает шестую но пятую чего он так себе разгоняется и как только он врубает шестую фиксики внутри заряжаются стероидами и с такой силой раскручивают местные цилиндры что любой противник даже не успеет с какой скоростью вы пролетите мимо него ибо выход потом на максималку у него происходит так быстро что я пока не видел ни на одной машине в этой или а вкупе с ее низким весом высокой маневренностью гольф поддерживает максимальную скорость практически на любых поворотах ну кроме таких самых резких но это значит что когда вы будете проходить такие повороты ваш гольф так и будет лететь 350 этих 7 километров в час а при этом противники будут терять скорость допустим 350 до 300 им нужно будет время на то чтобы восстановить и вот этот вот промежуток пока вот ваши противники восстанавливают скорость вы отрываетесь вперед есть конечно пару трасс на которых в основном только одни прямые и там уже да может очень сильно влиять максимальная скорость которая там примеру у ригера что-то около 400 и у широна тоже приблизительно в таком диапазоне за счет вот этой больше максимальной скорости они могут вас обгонять но вы не забывайте широк стоит три с половиной миллиона и ригера стоит полтора миллиона а гольфик у нас стоит тысяч двадцать ну и плюс затюнить но это не значит что эти машины тоже тюнить не надо так вот давайте сразу перейдем к тюнингу и то в принципе на с плюс класс тюнить все просто ставите просто все максимальные детали но при этом турбину ставить turbo charger при этом подвеску вы ставите дорожную ставите шины дорожные ну разумеется максимальное сцепление коробку и дифференциал нет расставить и на грипп и на драфт то есть на хорошее прохождение поворотов и на драфтинг то есть slipstream когда вы едете за противником у вас нам постанавливается нитро хотя я не сказал самого главного что нужно будет еще заменить двигатель а именно поставить v8 это вот он 2 в списке 4 9 литра но для того чтобы добиться максимального контроля над своим автомобилем вы во вкладке хендлинг выставляете все максимально на грипп и чувствительность руления в максимум и пришимную силу в максимум трекшн контроль и включаем и отключаем полностью break to 3 потому что он нам не нужен мы входим повороты чисто на гриппе и уж поверьте после второй гонки все противники забудут о том как соперничать и объединяться против вас чтобы вас уничтожить но вас все равно будет не остановить потому что гольф просто лютая имба я не знаю как они это сделали почему в нем 1200 сил и 1800 момента при таком маленьком весе перед такой маневренной юркой машинке он просто разрывает на запчасти на самом деле я вот сейчас говорю именно за класс с плюс но по факту гольф практически во всех классах едет очень хорошо конечно есть некоторые ограничения там есть другие машины которые могут легко посоперничать с ними да и к тому же на других классах более сложнее делать действительно быструю машину потому что на с плюс вы просто ставите максимальные детали и дальше там работаете чисто с подвеской а вот на всякий b класс и а классы там уже можно комбинировать именно свои настройки потому что вы можете использовать золотые детали платиновые детали где-то использовать бронзовые где-то вообще используя стоковые детали в общем там простора для создания своего имбалансного боевого коня Гораздо больше Так что если вы новичок и у вас пока нет денег Смело берите гольф Тюньте его и рвите Всем жопу в S+, но разумеется Все дальше будет уже зависеть от вашего скилла Но на этом все, я надеюсь вам было полезно Это видео, а если было полезно Соответственно подписывайтесь на канал Ставьте лайки и колокольчики, чтобы не рвать Новые видео, также стримы и играйте Только хорошие игры Всем удачи, всем пока